Всем привет! Давайте посмотрим сегодня прогноз именно для стихии Земля на февраль. Основные события этого месяца. Козирог, Телец и Дева. Основные события. Тайм-код будет под видео. Так, ну а мы сразу же и начнем. Первый у нас знак это Козирог. Козирог, что у вас будет происходить основным фоном на февраль? Что будет происходить? Эти карты я чуть позже озвучу, потому что это основа. Так, работа, деньги. Те сначала, кто работает, трудится, а потом те, кто в поиске работает. Ну, неплохо. Здесь момент, когда вы работаете на совесть, вас правильно оценивают по вашему достоинству и собираете урожай. Это может быть премия, это могут быть какие-то деньги, может быть какая-то похвала. То есть вы заслуживаете каких-то благ. И здесь момент, когда идут зачатки в будущее. Карьеризм, карьерный рост. И могут у вас уже быть зачатки на то, чтобы зарабатывать больше. Но здесь нужно будет, не сбавляем темп. В том темпе, в котором вы работаете, все делаете правильно, двигаетесь в том же направлении. И в конце концов, вы будете оценены по достоинству. Те, кто ищет работу в феврале, вас могут обмануть на каком-то месте работы. Вот предлагать будет женщина, может быть она начальница или она предлагает. Хочу сказать, что там что-то будет обман, связанный с деньгами. Не верьте, короче говоря, этой женщине. Старый момент, работу вы найдете и будете довольны. Самая лучшая карта выпадает на то, что вы получите. Но закрывает карта секрет, сюрприз. Поэтому сказать не могу, она закрывает, чтобы видимо не знали. Пусть это будет для вас сюрпризом. Самая лучшая карта выпадает у вас в феврале. Что-то будет интересное. Может быть вы решите открыть свое дело, реализовать как бы себя под хобби. В общем сюрприз, что-то будет очень успешное. То, за что вы возьметесь, вам принесет успех. Те, кто в отношениях, что у вас будет происходить в феврале. Вы рискнете. Вы вместе будете думать про недвижимость. Про то, либо как получить, либо, допустим, построить, купить. Вместе будут у вас мысли, как это сделать. Вы будете думать о том, что надо подождать, узнать ситуацию, собрать информацию и действовать. Один из вас решит, что надо рискнуть. А второй будет думать, что нет, рисковать не надо. Надо все тщательно взвешивать. В любом случае вы будете думать об одном. И у вас будет очень много обсуждений. Те, кто у нас в одиночестве, первое, познакомитесь. Но этот человек, он как подросток, у него такое мышление, он не особо углубляется, не особо старается человека понять. Он такой поверхностный, как все подростки. У него свои цели и задачи. И он ветреный. Этот человек, он может изменять на раз, два, три. Второе будет знакомство в поездке, в дороге. Либо человек приедет, и вы как-то понравитесь друг другу. Вот там интересные перспективные отношения. Поэтому у вас будет выбор. Но я думаю, вы все сделаете правильно. Смотрите. Возвращаемся к этому ряду. Что у нас будет происходить в основном событии февраля? Смотрите. Вы вдруг поймете, что вы от кого-то, от чего-то зависимы. И от этой зависимости будете уходить. Вы вдруг поймете, что вас вокруг пальца кто-то обвел. Вы как в дураках. И вы от кого-то или от чего-то зависимы. Вам это не понравится. И вы захотите с этим покончить. Уйти от этого. Второе. У вас будет выбор. Либо это сделать мирным путем. Либо включить обиженку и выставить какой-то конфликт. В любом случае, вы осознаете, что вы от кого-то или от чего-то зависимы. И это вас не порадует. Лучше, конечно, все решить мирным путем. Но вы уже будете действовать по обстоятельствам. Давайте посмотрим, что уйдет в феврале и будет не актуально. О, будет поставлена точка. Вот смотрите, когда вы что-то делали и была поставлена точка, вы проанализировали ситуацию. Вы все поняли для себя. Была проделана большая работа. И все. Теперь эта ситуация, которая закончилась, она будет не актуальна. Второй был момент встречи с мужчиной близким. Папа, брат, не знаю, дядя. Было все здорово и классно. Но, собственно, провели время. Пообщались, выговорились и забыли. Все, проехали. Сюрприз. Сюрприз февраля. Выяснение отношений с близко женщиной. Вы можете каждый остаться при своем с этой женщиной. Поговорите, выясните отношения. Каждый останется при своем. Второе. Что-то у меня карты-то на вас летят. Какой-то мужчина авторитетный будет нуждаться в вашей помощи. Либо вы этого человека уважаете, либо для вас значимое его мнение. Не знаю, но у него какие-то будут неприятности, будете его успокаивать. Может быть, он со своей женой. Может быть, со своим партнером будет выяснять отношения. Ему будет сложно. И вы этому человеку будете помогать. Как будто бы он будет вам что-то рассказывать. Делиться какими-то эмоциями, связанно с какой-то женщиной. А вы будете его поддерживать. Но основным фоном я уже сказала. То, что вы осознаете какое-то зависимое, что где-то вы в дураках. И вам это не понравится. Смотрите, вы самое главное в феврале проанализируете какую-то важную ситуацию. Вы что-то для себя поймете. И будете действовать. И как будто бы с другого угла увидите то, что происходит. То, что относительно вас. Будете действовать. У вас будет выбор. Либо все по-мирному, по-хорошему. Ну, либо как-то вот по-другому, по-плохому. В любом случае, что-то осознаете в феврале. Телец. Прогноз на февраль для вас. Итак, Телец. Ваши события основные в феврале. Что произойдет? Так, эти карты я озвучу чуть-чуть позже. Давайте посмотрим. Работа, деньги. Что будет там у вас? И те, кто уже занят, работает. И те, кто потом отдельно для тех, кто в поиске. Те, кто работает. Что преподнесет вам в февраль? Будет какая-то, знаете, конкуренция. Кто-то будет к вам лезть. С палки в колеса ставить. Может быть, словесно перепалки какие-то. Но здесь вы все-таки найдете какой-то компромисс. Придете к какому-то согласию. Потому что работа у вас, карьера на первом месте. Вы будете понимать, что работа важнее. Вы будете ситуацию контролировать. Будете контролировать себя. Что-то на работе вас очень так сильно порадует. Какой-то, может быть, перспективой своей порадует. Что-то вам, может быть, маячит какая-то карьера. И ради этого вы какой-то конфликт, какого-то человека задвинете. Те, кто в поиске работы. Я хочу сказать, работу вы найдете. Но чуть больше сил придется тратить на эту работу. Причем, чем больше вы тратите сил, тем больше отдача. Тем больше денег на работе может быть женщина. Достаточно агрессивная, которая вечно выясняет с людьми отношения. Вам придется научиться с этой женщиной общаться. Так, давайте посмотрим про отношения. Те сначала, кто в паре, а потом те, кто пока еще в одиночестве. Что подарит февраль для людей, которые в отношении. У вас будет перспектива. Вы вместе будете думать о том, чтобы куда-то поехать. Отдумывать какую-то поездку. И будете к этой поездке готовиться. У вас будет цель поехать. Но для этого надо будет собрать все ресурсы. Собрать, может быть, денежку. Второе. Здесь женщина как будто бы забегалась. Или чего-то она не увидела. Недогляд связанных с ребенком. То есть что-то она упустила. И в какой-то вопрос, момент ей придется заниматься детьми. Ой, если кто-то планирует беременность или думает об этом, то здесь женщина может этот момент подловить и забеременеть. Те, кто в одиночестве. Вы кому-то очень сильно понравитесь. Как будто вы вот именно то, что я хочу. Но у вас прямо будет человек смотреть с такими глазами, что вот я хочу, я хочу познакомиться. У вас будет активный момент переписки. Но здесь человек интересный. Здесь очень может сексуальный такой классный альянс получиться. Вы можете быть хорошими любовниками. Будет момент переписки. Друг друга вы присматриваетесь. У вас как будто бы здесь вам надо отпустить ситуацию и жить по течению. Плыть по течению. Потому что здесь очень интересное знакомство, но торопиться не надо. Потому что здесь момент, когда вы друг друга узнаете и приглядываетесь. Надо здесь качественно, полноценно раскрыться. И поэтому лучше отдаться потоку. Но будьте понимать, что все зависит тоже и от вас. Приглядывайтесь, смотрите, надо вам такие отношения, не надо. Все в ваших руках. Знакомство будет. Итак, возвращаемся к этим вот картам. Первое. Будет принято какое-то важное вами решение относительно деловой женщины. И вы будете как-то, может быть, ее привлекать на свою сторону. Предлагать ей какие-то новые проекты, дела. Как-то творчески подойдете к этой женщине. У вас прям будет классное решение. Она может быть ваша начальница или на работе. Вы с ней общаетесь, подружка там, партнер. Но у вас будет прям решение, что с этой женщиной делать. Второе. Если вы все еще кого-то любите из прошлого, все еще вы в зависимости, вдруг внезапно вы про этого человека вспомните. Вспомните человека из прошлого, с которым у вас были серьезные отношения. Что не актуально? Не актуально будет вопрос, который долго вы не могли прийти к какому-то решению, связанным с недвижимостью. Долго не могли решить. Может быть, консультировались, думали, решали. И на февраль уже это будет не актуально. Вопрос с недвижимостью как-то начнет наконец-то решаться. Второе. Не актуально будет момент, когда вы долго вспоминаете какое-то прощание, прощание с каким-то человеком. Вы в дураках отказались, что ли? Или, может быть, вы попрощались как-то некрасиво. И вы долго вспоминаете какое-то расставание. Расставание тоже уже будет не актуально. Так, а сюрприз февраля. О! Неожиданно появится человек, с которым вы будете встречаться. Неожиданно нарисуется человек, с которым будет очень много эмоций. Романтические, может быть, встречи. Но будете очень много обсуждать. Здесь идет какая-то любовная история неожиданно. Вот человек из прошлого может нарисоваться. Или человек, с которым неожиданно вы познакомитесь, и он будет просто, ну, вы будете очарованы друг другом. И второе. Неожиданно вы как-то посмотрите на какую-то дружбу, на какое-то партнерство. У вас будет понимание, что с этим делать. Самое главное – это вы приняете решение относительно какой-то женщины. И второе. Здесь какая-то любовная история. Смотрите. Вы у меня попадаете человек-маг. Все будет зависеть только от вас. Нужна ваша мудрость. Проявите мудрость. Сделайте какой-то правильный выбор. Нужно решение будет. Так, у нас идут девы. Вариант номер три – девы. Основные события для вас на февраль. Основные события. Так, эти карты я озвучу в конце. Сейчас мы сначала посмотрим другое. Мы попробуем эти карты раскрыть. Что на работе для тех, кто трудится? А потом отдельно тем, кто ищет работу. Те, кто трудится, здесь неожиданно совершенно может рухнуть какой-то союз. Какая-то договоренность может сойти на нет. На работе может быть какая-то, знаете, нечестность, несправедливость по отношению к вам. У кого-то здесь разочарование, и вы будете воспринимать, что против вас идут. А у кого-то здесь вплоть до потери работы. Потому что здесь нечестно по отношению к вам. Здесь обнуляется какой-то контракт, какая-то договоренность, от которого вы зависели. Будете воспринимать это как предательство, подлость. Хотя вы вывели себя честно. Вам надо просто занять позицию человека, который всегда при любых обстоятельствах вел себя честно. И говорит то, что действительно вы думаете. Будьте внимательны. Здесь обнуляется какой-то контракт. Те, кто ищет работу, будет у вас момент. Вы работу можете найти, но люди будут к вам придираться. Знаете, мы хотели не это. Нам на самом деле нужно было совсем другое. Люди предъявляют претензии к вашему опыту. То есть мы договорились на одно, а работодателю вдруг понадобится, чтобы вы еще за повара, за уборщицу, за секретаря. То есть слишком много будут от вас требовать. Поэтому, чтобы этого не случилось, идет момент, вы когда выбираете работу, вы смотрите условия, что хотят. Потому что работу-то вы можете найти. Перспективная работа, интересная работа. Но будет у вас еще второй вариант, где люди будут претензии предъявлять о том, что они хотят от вас, что вы можете им дать. Поэтому, чтобы этого не было недопониманий, надо на берегу договариваться. Смотрите, слушайте, что вам будут предлагать, чтобы потом не было недоразумений. Так, хорошо. Что в наличном? А, ё-моё. Что в наличном? Что у пар? А потом те, кто в одиночестве. У меня воск растекся внезапно, прямо на карте. Но я потом потихонечку уберу. Просто, что-то на вас стал капать, на вашем варианте стал капать воск. В общем, суть такая. В отношениях вы вместе придете к какому-то знаменателю. У вас будет четкое понимание, что вы идете вместе к какой-то цели. Вы, если вместе объединяетесь, и вы вместе идете рука об руку, у вас очень много перспектив. Вы вместе с парой, со своим, с любимым человеком, вы можете быть очень сильным инструментом. Вы можете многого вообще добиться. Только лишь, если вы договоритесь, соблюдая, конечно же, права друг друга. Еще у вас из ваших отношений уйдет женщина, которая вам мешала. Либо это теща, либо свекровь, либо сестра какая-то. То есть, она уйдет и не будет вам мешать. В феврале закончит она свое влияние. Ваша задача просто понимать, что вы вместе со своим любимым человеком, вы сила. Без этого никак. Те, кто в одиночках, будет какая-то интересная переписка. Но я хочу сказать, что вы будете переписываться с человеком, который тайна, загадка. Он может быть на самом деле не тот или не та, за кого себя выдает. Поэтому, по итогу, эти отношения могут быть закончиться, так и не начавшись. По итогу, вы откажетесь выстроить другие отношения, потому что там человек как будто бы совершенно не соответствует тому, за кого себя выдает. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Вот эти карты, которые я вначале выложила. Смотрите, здесь момент, когда вы заключите мир с какими-то мужчинами. Наконец-то придете к какому-то компромиссу. Мужчина, один из них может быть отец, брат. И здесь между вами будет все понятно. Наконец-то вы договоритесь. Второй момент. Дети, ребенок. Здесь какая-то нужна стратегия. И если мы говорим про развод, когда люди развелись, то здесь надо все соблюдать по закону. Касательно детей, касательно ребенка. Все сделать по закону, не нарушая закон. Договориться именно через юристов можно. Стратегия такая. Вот, то есть, первый вопрос, это вы будете решать вопрос с детем. Другой вопрос с примирением с каким-то мужчиной. Что не актуально? Будет не актуально. Знаете, уйдет здесь момент, когда вы думали, что на каких-то отношениях, на семейных, может быть, нужно было бы поставить точку. Такое решение, что я хочу поставить точку на семье. Это будет не актуально. Второе. Не актуальная какая-то братская встреча. Может быть, знакомство, которое было перспективным. На самом деле это не так. Не перспективное оно, и оно будет это не актуально. Сюрприз. Сюрприз. Будет очень важный разговор. Очень важный разговор. Будете готовиться к этому разговору, но он очень важен. Второе. Скроется какая-то тайна. И вы будете думать, как поступить. Либо это обсудить с кем-то эту тайну, либо оставить в секрете. Решение за вами. Здесь все только будет зависеть от вас. Вам надо подумать. Придется подумать. Вы как будто бы уйдете в момент, пока паузы. Надо подумать. Побыть в одиночестве. Подумать. В любом случае, не торопиться. Не надо торопиться. Все хорошенько взвести. И в конце концов решение будет правильным. Торопиться не стоит. То есть в феврале все будет практически зависеть от вас. Но вам надо будет здесь тоже выбор. Как действовать. И вот чтобы принять это решение, надо будет подумать. Ах, все, отлепила. Вот такой у нас был сегодня расклад для стихи «Земля». Субтитры создавал DimaTorzok